Ребята, всем привет, танкисты, добро пожаловать и, конечно же, приятного просмотра. Сегодня рассмотрим с вами долгожданное сравнение танков Е-75 и Маушен. Напомню, что мы уже закончили сравнивать седьмой уровень, а там у нас были Тигр-1 и Тигр-Порш. Потом плавно перешли к восьмому уровню, там у нас был Тигр-2 и ВК-101П. И чем же закончилось противостояние тех двух танков, вы можете посмотреть вот под этими ссылочками. А противостояние танков седьмого уровня появится чуть позже, вот, наверное, сейчас. И, наконец-таки, девятый уровень, это же еще более интересно, ведь скоро нас ждет сравнение топов Е-100 и Мауса. Очень много разнообразных мнений, что лучше, что хуже, что эффективнее. А что совершенно не играется в нынешнем рандоме. И я именно для этого с вами сравнивал эти ветки танков. Ладно, посмотрим, что из себя представляет Е-75 в современном рандоме. Каково ему будет сражаться против танков десятого уровня. Там у нас АМХ-50Б, Бабаха, Ягдпанзер Е-100, ВК-7201 и Семь. По сути, пробивает нас все. Но самое главное, грамотно доворачивать корпус. Ведь вы, наверное, уже все знаете, что Е-75 танкует сугубо ромбом. То есть выставляете танк вот таким вот углом. Тем самым приведенная броня в верхней бронелисте, частично в нижней бронелисте, становится практически неприступной. Не говоря уже про борт, потому что в борт в таком положении вас не пробит. Выцеливается, естественно, командир, как мы все это прекрасно знаем. Выцеливается пространство около маски орудия, потому что некоторые ПТ-САУ туда выцеливают и простреливают даже без голды. Ведь пробитие у них огромнейшее. Тяжелые танки зачастую туда заряжают голду. Но, тем не менее, если вы не будете стоять как вкопанный, вас будет гораздо тяжелее пробить. И противостояние ваше против танков 10 уровня увенчается непременно успехом. А надежда, что вот этот ИС-7 нас не сможет выцелить за счет того, что он находится на достаточно далекой, на достаточно большой дистанции. И его тип боеприпаса тратит свое бронепробитие. Таких Е-100, ребят, ищите. Скоро будут вам встречаться вот такие танкисты, которые не хотят и не понимают, что нельзя ни в коем случае проезжать перед танком. Тем самым, танкист попадает как бы в тебя. Но ведь у нас огня по своим нету, поэтому он просто безнаказанно уезжает. Но этого Е-100 не объяснит даже мать родная. Поэтому упрекать его в том, что он чего-то не понимает, это себе дороже. Ну, как вы видите, да, голду никто не отменял. Если у вас есть проблемы с пробитием таких танков, как ВК-7201, вы заряжаете голду, и ваши проблемы становятся просто пустяковыми. А, ну тут я, смотрите, здесь я сам виноват. Я передовернул корпус, стал просто бортом. Конечно же, меня будут пробивать. Конечно же, они будут это делать без проблем. Давайте посмотрим, как смотрится у нас. Хорошо смотрится. 440 даем, урона нету, ребят. Урона нету. Но, зато есть, я надеюсь, понимание, как играть против 10 уровня. Не нужно куда-то лезть вперед. Не нужно лезть на рожон. Потому что вы девятка. Вы девятка. И выпендриваться особо не надо. Второй знак классности получаем даже за этот бой. Не знаю, каким образом это получается. Но, тем не менее, это так. Возможно, это боевые действия можно назвать активными. Так, ну здесь, слава богу, всего лишь две десятки. Не остальные танки девятого уровня. Возможно, что-то получится. Не знаю, ребят, куда поедем. Наверное, поедем налево. Наверное, поедем налево. В город я ехать не хочу. Потому что там у нас две ПТ-САУ. Такие, как Гриль-15 и Т110Е3. Которые 100% будут стоять сверху. Они-то меня пробивают. Гриль может выцелить любую вообще крупиночку на моей башне, на моей броне. Уязвимость он всегда найдет. А Т110Е3 в принципе не нужно выцелить. Потому что у него достаточно пробиться для того, чтобы пробивать танк девятого уровня. Так, ПТ-Рианыш отправляется у нас в Асфоясе. Хорошо, 426. Напоминаю, Альфа 460 средняя. Но, конечно же, вам никто не будет давать гарантию, что этот 460 у вас будет вылетать. Правильно, правильно. Сейчас я не понял, как я сделал тупость какую-то. Так, кто меня на 362? Это, по всей видимости, кто-то мне фугасом, что ли, кинул? Ай, вот так прикольно. Ой, молодец, Паттон. Ой, какой умничка. Умничка, умничка. Отдуплился ты, умничка. Выцелил Е75-го. Молодец. Кстати говоря, в прошлый раз он тоже мог пробить. Хотя, было ощущение, что это был кто-то с горы. А Т110Е3. Е3 остался. И гриль. Они стоят там, выжидают. Караулит. Вот, молодец ты какой. Есть пробитие через гусеницу. Отлично, Васял. Молодец. Что-то я не могу найти здесь. Не могу я найти калиточку, чтобы проехать. Ударяю то в один камень, то в второй камень. Откройте двери пошире. Едет Е75-й. Так, давай, гриль. Ну, тебе нужно отправляться в ангар. Хорошо, на 605 это прекрасно. Ой, голда. Не прошла голда, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть не прошла голда. Ну, и 2500, ребята, это ни о чем. Ну, не получается у меня настрелять больше, как бы я не старался. Я вроде не отставился особо в кустах. Ну, точнее, вообще не отставился. Даже не отставился за спинами своих тиммейтов. Но, тем не менее, две с половиной всего лишь. И второй знак классности. Прошу обратить внимание. Второй знак классности. И это очень неплохо. С тем учетом, что урон практически нулевой. Для Е75. Так, опять Е75 в противоположной команде. Едем на мост. Я думаю, что наши должны справиться с правой стороны. Потому что... Да не потому что. Они могут и не справиться. У них все-таки СТ-шка. У них все-таки ЛТ-шка. У нас два легких танка. Кто у них? У них, правда, Т-49. Он... Но он зато может, блин, зафугасить нашего танкиста. Который сейчас, в данный момент, на бульдоге. Так. Есть пробитие на 412. Замечательно. Замечательно. Но голда, ребят. Заряжаю голду. Обратите внимание, что танк 9 уровня вынужден заряжать голду. Рикошет. Летело. 100% нижний бронелист. 100%. Я даю 200%, чтобы туда летел. Молодец. Хорошо. Кто еще тут попадется мне под горячую руку? Давай ИС-6 легенда. 1-0 счет. И кто же будет выезжать? Ой. Хорошо. Хорошо. А мне, по сути, все равно, в кого стрелять. Вы, Саша, 100 или ЕС-75. Не важно. Лишь бы пробитие сделать. Чтобы... Лишь бы сказали, есть пробитие. Хорошо. Молодец. И нам нужно свою коронку отстрелять. Это 2500 в этих боях почему-то. Вот такой показатель. Очень мне нравится танк Е-75. Прям невероятно круто и комфортно на нем играть. 2200 хп. Конечно же, у Мауш-членов больше. И только, возможно, в этом его главные преимущества перед своим собратцем Е-75. Но здесь, я думаю, что можно уже чуть-чуть поднаглеть. О, я даже хп не потерял. Посмотрите, какой монстр. Танковый монстр. Е-75 противника отстрелялся. Танкует бортами. Нет. Я думаю, что он попал куда-то в маску. Я думаю, попал в маску. Либо в какой-то стык. Ну, увидите, да? Как замечательно можно... Даже такой же Е-75. Прошу обратить внимание. Смотрится красненьким. При дорамбовании. То есть, не просто, если вы будете стоять, как истукан на нем смотреть. А когда вы рамбуете. 468. 3000, я надеюсь, есть? Нет. Опять мы не сделали даже 3000. Так. В целом, я надеюсь, что я постарался вам объяснить, как играть, что делать и чего лучше не делать. Повторяю, ребят, кто будет сейчас писать грозные комментарии под этим видео. Это не видео на дамаг. Ни в коем случае. Это просто сравнение. Рубрика сравнения танков в том мире, в котором мы с вами сейчас живем. Тот рандом, который есть у меня, он такой же у вас. Чтобы вы понимали, что это не фантастический реплей на 8-9 тысяч от какого-нибудь статиста. Нет. Это обычные бои, которые чаще всего будут встречаться вам. И чтобы быть наиболее эффективными, я и делаю эти сравнения. Смотрите, как сильно чувствуется разница между Е-75. Этот танк просто отказывается куда-то ехать. Несмотря на то, что он вроде по... Вот он просто кричит. Я броня! Я бронированный! На деле оказывается не так. Нижний бронелис прошибается практически под любым углом. Танками на один с ним уровень. И танками выше, естественно. Некоторые танки 8-го уровня могут туда прошибать без проблем. Доворачивать башню таким образом не получится. Потому что плоскости башни, смотрите, под каким углом располагаются. И как только вы отворачиваетесь, прошибается и очень хорошо. Вот может быть только вот не какими-то вот такими вот небольшими движениями, вот такими танцами можно что-то где-то отбить. Хорошо. Но стрелять комфортно. Стрелять комфортно мне это очень нравится. Я никогда не говорил, что Маус Хен тот танк, который я ненавижу. Нет, такого я не скажу. Такого никогда не было. Потому что, в принципе, я, ну, осознаю, как на нем играть. И что нужно делать. Плюс-минус. Комфортная пушка. Комфортная. Такая же, как у Е-75. Но почему-то, вот по моим ощущениям, пушка Маус Хена сводится лучше. Я не знаю, почему у меня такое ощущение и чем оно вызвано. Но вот говорю, как есть. Напоминаю. И на одном танке, и на втором танке у меня стоит фул оборудка, фул амуниция. В общем, все-все-все для комфортной стрельбы. Абсолютно все. Ну, вот. Сейчас будут нас простреливать товарищ Хури из-за угла. Ну, мы лучше выстрелим на 242. Ой, смешно. Так, ну, вот против вот таких вот, ребят, вообще ничего не бойтесь. Выцелить они вас толком не смогут. Потому что пушка у него на это не направлена. Ну, вот. Если вы не будете, конечно, истуканом стоять, он даже не целится. А, нет, он стрелял в щеку. Да, щеки выцеливаются хорошо. Около масочное пространство, так называемое. Но вот как-то, если вы будете из стороны в сторону водить, есть шанс, что не пробьет. А то, что... То, что он забрал каким-то образом мне ХП, честно говоря, я удивлен. Он весит, ну, раза в три, наверное, меньше, чем мы. Так, и опять наши пресловутые 2800 мы настреливаем. Погнали дальше. А вот тут уже будет интересно. То есть, совсем нет. Все танки из противоположной команды у нас пробивают на ура. Ну, возможно, где-то и миль два, в силу того, что это не супер топ. Какие-то цифры по сведению и точности будет, может быть, ловить рикошет. Может быть. Все остальные... Ну, опять-таки, я не говорю про те ситуации, когда снаряд попадает куда-то там в какой-то стык. В какой-то ВБР. Я про этот момент не говорю. Так, я не поеду в гору, просто потому, что я туда не успею приехать. Зачем я еду сюда? Непонятно. Я лучше объеду с левой стороны. Потому что, повторяю, Маус-член чувствует огромные проблемы, когда находится против нескольких танков. В окружении. Он практически не может ничего с ними сделать. То есть, вы пока будете смотреть в одну сторону, вас будут пробивать в другой. Никаких фальшбортов и прочих историй у вас нету. Ну, вот видите, да? Просто с инвиза стреляют. Я с этим не могу ничего сделать. Пробитие-то есть. Ты заберешь его? Нет, чувак? От меня вот кто-то в упор просто вот хочет захолебать. Хорошо, там вафля. Ты не подпирай меня, ты лучше дай шот по нему, выстрели. Молодец, на 485. Хреново себя чувствует и маушен против танков средних, легких танков. Тяжело ему. Он видел. Чтобы развернуться, ему нужно приложить такие усилия. Есть пробитие. Давайте танцы, анимации. Танцы, анимации. Мы танкуем про джетто. Про джетто тачку танкуем. Давай, до свидания. Мауш-член разорвал всех. Но вот если бы он смог ехать побыстрее, возможно, досталось бы вафелька. Нет, не досталось. Надо вот так вот на этом танке сделать. 2 стоп. Ну, совсем плохо. Зато в каждом бою берем какую-то знак классности. Это круто. Это говорит о том, что мы не бестолковые. Спасибо, что хоть такие бои. Иной раз вы можете встретить бой с 1000 урона. Бой с нулем. Как вам? Как вам такое? Это еще нормально. 2 800, 2 500 на 9 уровне. Ничего страшного. Мы вам простим. ИСУ-152 просит внимание на квадрат 6. Я бы еще понимал, где квадрат 6. А, ты 26 и 5. Ты чего хочешь? Ну, понятно. У него никнейм говорит о том, чем он занимается в принципе по жизни. Вот-то получи тогда тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Я уже святу. Я уже святу. Мне это не нравится. Надо... Ой. 53 FPS. Молодец, Wargaming. One Wargaming. Молодцы. ПТ-САУ не вижу второй. Одну вижу, второй не вижу. Ой, Зверополис. Ой, Зверополис. Ну и где ты? Ну и где? Готов. А у тебя был шанс уехать, чувак. Здесь хп больше на 200. Но вот эти вот и 200 иногда очень многое что может зарешать. Ну, какой-то шотик, например. Не прошедший альфа. Это да. Но опять-таки эти 200 хп ничто по сравнению с подвижностью. Ну, я тут, чуваки. Я тут. Есть пробитие. Хорошо. Хорошо. 575. Великолепно. Ну, что ж ты. Лучше бы я подставился, чувак. Ну, вы как-то распределяете неправильно обязанности. Вот то, что он высокий. Иногда, конечно, круто. Опа. Опа. На 620. Мааа. Хорошо как зашло. Так. Птуреныш, заберите. Птурен. Попадите кто-нибудь в него. Нифига себе ты какой дикая кошка. Просто ловкость кошки. Так. Ладно. Проджета. Давайте мы с тобой сейчас разберемся. Ну, что ж ты остановился-то не вовремя. Эх, вот так всегда. Только сведешься. Только вроде бы будешь готов стрелять. Э, можно спросить, куда ты меня пробил? Уважаемый вафлепазик. Куда ты меня пробил? Там Емельян. Емельичка едет сюда, наверное, да? Ой. Ой, умничка. Ребят, помогите с прогой, пожалуйста. Там прога стоит. Вы не хотите в него стрельнуть, нет? Не хотите в прогу пострелять? Чуть-чуть хотя бы. Нет такого желания, да? Ха-ха-ха-ха. Оборонять пробита. Ой, смешно. Это называется Ты не пройдешь. То есть, ты не выиграешь. Ой, 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 косорылый. Какой у меня танк либо рука. Пробил. Ой. Как так получилось, что наши все поздыхали? Как так получилось? Не очень красиво. Как-то так получилось, не очень красиво. Ну что ж ты, брат. Не надо. Не надо меня забирать. Пробил. Один хп. Я вернулся из режима возрождения. Эх, но я осторожался как лев специально для вас. Сделать хороший бой на Маушене дорогого стоит, между прочим. К сожалению, команда развалилась в три счета. Но 4900 мы сделали. И это, конечно же, не может не радовать. И давайте посмотрим, что в итоге мы имеем. Мы имеем три боя на одном танке и три боя на втором танке. И смотрите, ребят. Несмотря на то, что танк вроде бы кажется таким бессмысленным. На нем играть кайфово против танков 9 и 8 уровня. Это да. Противостоять, конечно же, с десятками ему сложнее. Только за счет того, что он очень медленный. Правда. Даже вафли его может закрутить. То есть, броня, которая написана в миллиметрах. Она есть, но она нивелируется вот этими всеми прямыми плоскостями. Он как мишень для какой-нибудь притаившейся ПТ-САУ. Для какого-нибудь среднего танка. И это проблема. А что лучше, спросите вы. Ну, поскольку я топлю за то, чтобы вы качали сначала Е100. Я вам скажу, качать сначала Е75. Я надеюсь, что я вам постарался разложить все в красках вдоль и поперек. А решать всегда вам. Все, танкисты. Всем хорошее настроение. И пока-пока.